Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, соавтор сайта Избави Зальня. Сейчас вам покажу очень интересный узор с таким разнонаправленным эффектом. У нас петли идут в разном направлении. Достигает этот узор декерными пересадками. Для выполнения нужны декеры разного количества игл. Вот у меня одноигольный, двухигольный, трехигольный, четырех- и пятиигольный декеры. Раппорт рисунка составляет 10 петель, потому что у меня пятиигольный декер. Если у меня меньшее количество игл в декере, тогда, соответственно, раппорт будет составлять двойную ширину моего декера. Четырехигольный значит 8 петель. Раппорт трехигольный, но трехигольный совсем слабенький, тогда лучше пользоваться два раза. Два раза пересаживать одним декером петли, потому что рисунок будет тогда очень простой. Оптимально, конечно, пятиигольный декер и 10 петель раппорт. Начинаем с пересадок. По одну сторону сдвигаем наши петли. То есть раппорт 10 петель. У меня они отмечены серебряными платинками. Не перепутаю. Пересадки делаю косичкой. То есть я снимаю две петли. На крайней петле ближайшей к платинке у меня будет ажур. Поэтому с ажура с этой крайней петли пересаживаю на соседнюю петлю. И сверху надеваю хозяйку, которая здесь была до этого. У меня получается ажур. Петля, которая была здесь, ложится под соседнюю. Беру следующую петельку. Тоже 10, рядом с серебряной платинкой. Надеваю петлю на соседнюю. У меня получается ажур. И сверху хозяйку, которая здесь была до этого. То есть моя петля уходит под соседнюю. То же самое здесь. Снимаю две петли. Одну надеваю на соседнюю углу. Сверху хозяйку. Очень надо аккуратно делать, чтобы ничего не потерять. Все иглы ставлю в рабочее положение. Проверяю язычки, кому это нужно. Два ряда. Беру декер двухигольный и одноигольный. Одно ушко, два ушка. То же самое. Все ажуры пойдут по краю платинки. Все дырочки идут по одной мерке. Только разный декер. Двухигольный декер беру, надеваю на иглы. Третью иглу снимаю с третьей иглы. Надеваю двухигольный и возвращаю хозяйку на место. У меня получается две петли пересажены. Двухигольным декером снимаю две петли. Одноигольным, одну следующую. Пересаживаю, образую ажур. Хозяйку возвращаю на место. Двухигольным декером снимаю две петли. С третьей снимаю одноигольным. Делаю ажур. Возвращаю петлю на место. У меня произошел маленький сдвиг. Две иглы, две петли. Сдвинулись сбоку. Сдвинулись сбоку. Образовав такую маленькую дорожку. Пока еще маленькую. Два ряда провязываю. Трехугольный декер. То же самое. Деру же трехугольным декером. Снимаю три петли. Сдвигаю вбок. Надеваю петлю на место. Хозяйку, которая здесь раньше была. Три петли. Можно просто сдвигать. Не делать косичку. Тогда рисунок будет немножко попроще. Я люблю косичку. Она, конечно, сложнее в исполнении. Вы видите, что мне приходится делать лишние движения. Но рисунок от этого только выигрывает. Если мы делаем какую-то вещь, которую будем долго и с удовольствием носить, стоит вот так вот постараться. Гораздо красивее получается узор. Два ряда. Трехугольный был. Четырехугольный декер. Все то же самое. Снимаем четыре иглы. Пятую держим на одноушковом декере. Переодели. Образовали ажур. Вернули петлю на место. Ориентируемся на серебряную платину. Или на цифру какую-то, у кого нет разметки. По цветам есть разметка цифрами. Ориентируйтесь на десятки. Перенесли массово петли. Надели сверху хозяйку, которая здесь была до этого. И последний пятиугольный. Делаем все то же самое. Переносим максимальным декером петли в сторону. Если у вас нет пятиугольного, переносите трехугольным два раза. У вас будет еще более насыщенный рисунок, потому что у вас будет 12 петель. Два раза по три. Очень красивый будет рисунок. Рано. И мы рисунок закончили. Два ряда провязываем. Начинаем все то же самое, только с другой стороны. Два одноигольных декера. Теперь мы шли с этой стороны. Слева направо. Справа налево шли. Теперь идем слева направо. Делаем все то же самое. Берем с левой части. Пересаживаем одноигольным декером. Возвращаем хозяйку на место. Второй десяток. Пересаживаем петлю. Возвращаем хозяйку. И все то же самое. Увеличивая количество игол в декере, мы доходим до пяти. Так и ведем рисунок слева направо, справа налево, слева направо, справа налево. У нас получается вот такой интересный эффект. Хотя на самом деле все делается очень просто. Простыми декерными пересадками. Следующие иглы. И таким способом мы постоянно переносим иглы в стороны. У нас получается вот такой очень интересный рисунок. Разнонаправленный. Все очень просто. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова